Здравствуйте! Об итогах четверга расскажу я, Дарья Павленко и мои коллеги. Сейчас коротко о главном. Губернатор с рабочей поездкой посетил Плесецкий район. Важные вопросы и их решения. В областном парламенте обсудили работу почтовых отделений. Какие трудности испытывают в районах области. Популяризация культурных мероприятий среди молодежи на средства Пушкинской карты. Какие учреждения включились в проект. Долгожданный собственный зал для тренировок Федерация Чирлидинга празднует новоселье. От строительства социальных домов до медицинского обеспечения. Губернатор с рабочим визитом побывал в Плесецком районе и принял ряд важных решений. Резюме поездки у Михаила Меньшинина. Визит губернатора в Мирный по плану начинался с детского сада номер два. Но нашелся весомый повод сперва заглянуть в местную школу к педагогу Надежде Рукасуевой. Для заслуженного учителя России это уже предюбилейный 44-й учебный год. Вы знаете, у меня только одних медалистов молодых, которые помнят меня хорошо. Больше десяток. Ну что, ребята, вы хотели в первый класс прийти? Да, ждали? Да! Ожидания совпали с реальностью. И во время посещения детского сада номер два до школьников учат программированию, робототехнике и техническому творчеству. Город, ты что делаешь? Я школу. Школу делаешь? Школу делаешь? Давай, делай проект, и нам покажешь потом. Нам детский сад надо сделать проект. Как раз на следующий год планируем. В течение семи лет в детском саду работает студия развивающих игр «Логика, динамика, конструктор». В прошлом году из бюджета было выделено 550 тысяч рублей, благодаря которым создана площадка «Робо-квантум». Для работы с детьми закупили ноутбуки, мини-роботов и интерактивные игры. Сегодня же праздник, а на праздник с пустыми руками не ходят, поэтому мы от нас вам такой набор лего дополнительный подарим. Надеюсь, что детям понравится. Дети, что сказать? Надо, давайте, скажем. Спасибо. Спасибо, Борисов. Пожалуйста. Должны были сказать спасибо и подрядчику, что строят корпус детской поликлиники, но пока что рано. Закончить ремонт должны были аккурат к первому сентября, однако проект пришлось переделывать, в итоге не успели. Давайте вам до 1 октября время, чтобы сейчас не торопиться, все качественно сделать. Вот от вас мне нужна информация по всем фактам, которые излагает подрядчик по поводу, почему произошла задержка. И заключение министерства об объективности, можете вместе со строителями об объективности или необъективности той информации, которую подрядчик предоставляет. Если объективно вы попали на переходный период, когда действительно у нас были проблемы с переходом на казначейство, там если действительно надо было сильно перепроектировать, мы все там люди понимаем, да? Хотя надо было раньше сказать, что вы не успеваете. Зато успевает подрядчик, занятый возведением дома для расселения аварийного жилья в Плесецке. По контракту закончить должны к июню следующего года. Строители обещают, 150 человек получат квартиры здесь уже к январю. Единственная просьба подрядчика – пересчитать стоимость контракта. Область с этим согласна. Сейчас очень сильно подорожили материалы. Строили материалы, подорожили все, да? Да, и следствие техники подорожили, все остальное. Мы этот объект взялись строим, строим досрочно. Экономика тоже простепенная, но она тоже для коммерческой организации важна. Спасать от аварийного состояния нужный культурный центр «Мир» в Савинском. Кровля здания протекает, устарела проводка и мебель. По примерным подсчетам на ремонт нужно около 12 миллионов рублей. Давайте на следующем, вот как я говорю, сделайте тогда общекомплексный проект. И его разобьем на 2-3 года, сделаем уже хорошо. Посетил губернатор и новый стационар Плесецкой ЦРБ, где появилась современная мебель и комфортные палаты для пациентов. Подрядчик, правда, должен исправить проблему с отоплением и кровлей. Руководство больницы попросило также помочь с обновлением автопарка скорой помощи и обеспечением помощи на ЖД станции «Ломовое». У нас еще есть станция такая «Ломовое», да, тоже проезжали, наверное, видели. Вот, она очень далеко находится, 100 километров, где-то примерно от нас. Вот, и туда практически нет дороги. Чтобы туда ехать, это надо ехать на танке, ну, чтобы не туда доехать. А чтобы вывезти оттуда пациента, это тоже проблематично. И получается, мы ездим до Беломорья на скорой, представляете, да? А потом по газотрассе едем в «Ломовое». Это сколько получается километров? Это получается 200 там, 30 или как-то так километров. При том, что до Архангельска со станции ехать всего 60 километров, Минздраву области дано поручение закрепить медобслуживание населения на «Ломовой» за соседним Приморским районом. Михаил Меньшанин, Денис Линчевский, Регион 29. В городских округах более-менее стабильно. А, например, на Соловках, Вуйме и Коряжме проблемы с кадрами. О работе почтовых отделений сегодня говорили в областном парламенте. Северяне жалуются, что иногда отправка писем становится испытанием. Бывали и случаи, когда речь шла о закрытии отделений. 96% такова сегодня укомплектованность кадрами почтовых отделений региона. Оставшиеся 4% – это Соловки, Коряжма, Краснобурский район и даже Уйма. В Почте России говорят, иногда уходит целый год, чтобы найти специалиста для работы в отдаленных территориях. В глубинке находится каждое четвертое отделение. Всего их в регионе более 400. У нас работает тысяча почтальонов в регионе, поэтому даже если нет отделения почтовой связи, то почтальон в любую точку области, в любую даже самую небольшую деревню всегда доставит письмо, всегда готов принять письмо. На встрече в областном парламенте нехватку специалистов. Руководители почтальонов разобрали на примере 46-го отделения, что на Воскресенской в Архангельске. Горожане замечают трудности. В Почте России утверждают, что одним днем проблему не решить. Кадрового резерва, увы, нет. Это очень большое неудобство, потому что приходят заказные письма, и люди могут просто пострадать. Например, повестка с судов, повестка с милицией, повестка с налоговой инспекцией. Мы готовы рассмотреть вопросы, чем областная законодательная исполнительная власть может помочь на сегодня почте. Может обратить внимание правительство на сегодня. Звучат предложения. Не оплотнее взаимодействовать с центром занятости, в том числе с отделениями, что есть в районах. Но так или иначе, ситуация с работой почтовых точек идет на поправку. За последние два года областным правительствам не была согласована ни одна заявка по закрытию отделений. Была такая ситуация с Кирпичным, мы совместно и с городом, и с вами, и с почтой России решение нашли. И, собственно, вот это отделение работает и на постоянном контроле, как мы вам обещали, мы всегда его контролируем. Постоянно встречаемся и постоянно проверяем. Завершенная программа по установке модульных почтовых отделений там, где помещения для приема клиентов уже морально устарели или стали аварийными. В прошлом году появилось 10 таких боксов и безвозмездно передано почте России. В этом году наш филиал акционерного общества должен установить еще 8 модульных точек. Архангельский ЦБК всегда приковывал к себе внимание властей и потенциальных партнеров. Что касается календаря на этот год, то он буквально пестрит визитами различных делегаций. Повышенный интерес вызван проектом «Прорыв-2027». Речь идет о строительстве сульфат-картонного завода с новой картоноделательной машиной. Первая и вторая сейчас производят примерно 600 тысяч тонн продукции в год. С запуском третьей показатели вырастут сразу на 700 тысяч. Перспективы предприятия сегодня оценил глава регионального Минприроды Игорь Мураев. Посетил новую выпарную станцию и цех полуцеллюлозы, осмотрел будущие производственные площадки масштабного инвестпроекта. Для его успешной реализации комбинату нужна поддержка областной власти. Этот проект на самом деле глобальный. Речь идет о суммах более чем 100 миллиардов рублей. И реализация данного проекта без каких-то мер господдержки, она будет довольно-таки проблематичной. Чтобы этот завод заработал и в принципе появился, мы должны быть уверены, что предприятие, что этот новый проект будет обеспечен древесным сырьем. Прорыв 2027 позволит закрепить за комбинатом, а значит и за регионом, статус лидера по производству тарного высококачественного картона. Но главное, создаст сотни новых рабочих мест с достойной зарплатой, а также обеспечит дополнительные налоговые отчисления в бюджет. Неудивительно, что область также заинтересована в проекте. Направление поддержки, конечно же, это в первую очередь обеспечение лесосырьевой базы. Министерство разработало программу проведения лесоустройства на ближайшие 10 лет. Направили уже в федеральные органы для того, чтобы было основа лесосырьевая. Это, конечно же, взаимодействие с соседними регионами, второе направление, по обеспечению ресурсной базы этого производства. Поскольку, я как уже сказал, достаточно большой объем будет потребляться лесосырьевых ресурсов. Поэтому этот контекст должен быть межрегиональный. В ходе совместного совещания было подтверждено, что область готова поддержать и проект по созданию лесопитомника. Здесь, на территории, примыкающей к Арканинскому ЦБК, вырастет тепличный комплекс, который позволит автоматизировать все процедуры выращивания посадочного материала, сделать его удобным, интересным для работников, с хорошей заработной платой, с минимальным количеством ручного труда и с гарантированным качественным посадочным материалом. Мы будем выращивать до 9 миллионов штук в год. То есть это будут молодые елочки и сосенки, которые сегодня по традиционной технологии в России у нас выращивают за 2-3 года, а здесь будут снимать до 3 урожаев в год. Реализация этого начинания не только закроет существующие потребности от ЦБК и его партнеров сырье, но и позволит эффективно решать государственные задачи по лесовосстановлению. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Регион 29. Они будут контролировать ход голосования. Впервые на профессиональной основе было организовано обучение наблюдателей. Сегодня в стенах САФУ состоялось заседание юридической группы общественного штаба. В Архангельской области он сформирован еще в начале года по инициативе Общественной палаты при взаимодействии с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Мне кажется, должность эксперта позволяет всесторонне оценить плюсы и минусы действующей избирательной системы, понять, как она устроена, дать объективную и справедливую оценку действующему избирательному процессу. Именно поэтому я приняла такое решение вступить в Клуб общества экспертов, дабы не только самостоятельно давать оценку тому, что происходит, но также и взаимодействовать с коллегами по данным вопросам. Участники общественного штаба будут наблюдать за всеми этапами. И не только за ходом голосования и обработкой бюллетеней, но за стадией подготовки к выборам тоже. Действительно, работа была проведена большая. 45 ознакомительных программ было подготовлено. 2139 наблюдателей прошли через обучение данного института. И радует, что и молодежь откликается, и по крайней мере 523 молодых людей было проведено и обучено по этой программе. Выборы депутатов Госдумы в этом году будут проходить в течение трех дней. 17, 18 и 19 сентября. В компании друзей отправимся в музей и абсолютно бесплатно. Вернее, билет на выставку оплатит государство. В России стартовала программа «Пушкинская карта». Она ориентирована на молодежь от 14 до 22 лет и действует в том числе на территории Архангельской области. Сколько учреждений культуры уже стали партнерами проекта, расскажет Артемий Заварзин. Вот он, ключ, который откроет двери музеев, театров, концертных залов по всей стране и прежде всего в нашем регионе. «Пушкинская карта» – это проект для молодежи от 14 до 22 лет. Обзавестись ей можно, скачав приложение «Госуслуги культура» и пройдя регистрацию. При пользовании карты уже пока тоже вопросов никаких не было. Оформила я ее сегодня утром. И в ближайшее время мне предстоит очень сложный выбор мероприятий. На сайте областного театра драмы уже видим узнаваемый профиль поэта. Он как ориентир, что билет на постановку можно приобрести по Пушкинской карте. В Архдраме видят плюсы в том, что новшество позволит на новый уровень вывести коллективные походы детей в театр. У каждого из детей, которые учатся в школе или в классе в конкретном, есть Пушкинская карта. Соответственно, они просто между собой могут договориться и сказать, вот у нас есть Пушкинская карта, на ней 3000 рублей. Давайте сразу договоримся по году, куда мы пойдем. Ну или сейчас вот до Нового года мы сходим на эти 3000 рублей, вот туда, 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 все вместе сходили. Тем более, что инструмент коллективных заявок, вот у нас как бы и онлайн, и в кассе, он у нас реализован. Вход по Пушкинской карте возможен и в Северный морской музей. Там делают ставку на интерактивность и мультимедийность, да и стоимость посещения в разы ниже лимита по карте. А он на этот год 3000 рублей. Посетить и не раз можно будет наш краеведческий музей. И мы на начало сентября предложили три вот такие вот проекта. Первый – это посещение историко-архитектурного музея «Костиные дворы». Мы завершаем выставку «Черное золото. Стиль и скорость». И хотим посмотреть, как это поработает и на коммерческой истории. Впрочем, молодежь и раньше уверенно переступала пороги учреждений культуры. Например, наше музейное объединение 11 лет назад ночью музеев буквально влюбило в себя школьников и студентов. Не обделен вниманием юных и молодежный театр. Там на постановки также приглашают. С возрастными цензами проблем не будет. Система фильтрует возраст обладателя Пушкинской карты. Их уже по стране, кстати, больше 60 тысяч. И вот это вот та самая максима, которой всегда говорят, что надо давать не рыбу, а удочку. Вот в данном случае нам реально дали удочку. А какая рыбка будет ловиться на эту удочку во многом зависит от разнообразия афиш наших учреждений. Впрочем, и с этим проблемы редко бывали. Более того, средства на счет Пушкинской карты будут поступать ежегодно. В 2022-м на балансе вместо 3000 рублей должно появиться уже 5. В Архангельской области уже подключилось 20 учреждений культуры региональных и муниципальных. Также подключилось к этой программе музей Федеральной Малой Карелы. В общем, мы ждем всех остальных. Мы всех проинформировали. И готовы дальше принимать мероприятия, учреждения в эту программу. Оформить можно будет и пластиковую пушкинскую карту. Опция станет доступна и с 1 октября в одном из банков страны. Через приложение уже можно знакомиться с афишами как наших музеев и театров, так и учреждений по всей стране. Важно, что те самые 3000 рублей доступны только до 31 декабря. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29. В Архангельск из Франции ненадолго вернулся Юрий Барашков. Историк, архитектор, писатель, он прогулялся по улицам с главой города Дмитрием Моревым. Говорили о том, как выглядит Архангельск сегодня. Не обошлось и без интересных замечаний. Это первая встреча нынешнего градоначальника с известным историком, но далеко не первое знакомство. Много его публикаций читал, видел некоторые видеоинтервью с ним. Поэтому я считаю, что это действительно такой очень достойный человек нашего города, который, в общем-то, и создавал этот город. Юрий Барашков действительно приложил немало усилий для создания сегодняшнего образа Архангельска. А вернее, для сохранения его исторической индивидуальности. Мне бы очень хотелось, во-первых, услышать ваше мнение о городе сегодня. То, на что, на ваш взгляд, стоит обратить внимание. Может быть, у вас какие-то идеи остались нереализованные. Мы готовы прислушаться. Сейчас у нас проектов благоустройства достаточно много идет. Вот мы сейчас с вами пойдем на Воскресенскую. Ну, меня радует, вот то, что вы делаете, вот это, это меня радует. Потому что территория напрашивалась, что должна быть такая, напрашивают. Почему так долго она простояла без эстетического, так сказать, воздействия? Ну, да, центр города, улица Воскресенская, да, она, конечно, давно тут уже. Конечно, здесь нужно обязательно, вот то, что вы сделали, это нужно было давно, давно нужно было реализовать. Юрий Барашков отметил, что город преображается, и даже после непродолжительного отсутствия это бросается в глаза. Обсудили и малые архитектурные формы, на набережной и новые памятники. А какие вам нравятся и каких не хватает? Не хватает памятника Макарову. Макаров – это тот, который Макарки завел на Северном Двине, который очень много сделал для Архангельска. Макаров мог бы быть памятник Макарову. Я бы поставил, вот для меня главный памятник – это Робинзону Крузо. В Соломбале поставить. Почему? Потому что Робинзон Крузо, полное собрание Робинзона Крузо, неполовинчатое, заканчивается тем, что он прибывает в Архангельск. Пусть литературные герои, но знаете, как он будет работать на престиж города? Престиж города Чумбаровка во многом дело его рук. Здесь вспоминали предшественников нынешнего градоначальника. Идею пешеходной улицы в 1983-м поддержал тогдашний глава обкома Борис Попов. Он был, помимо того, что администратор, он был по-настоящему главный архитектор города. У него было градостроительное мышление. И он сделал такие куски, как площадь Ленина, Воскресенскую пробил. Набережную? Это набережную. По мнению Юрия Анатольевича, улица Поморская в районе набережной должна стать важной архитектурной задачей для главы города. Это должно быть свободно, совершенно. Вон там пароход сейчас идет. А давайте мы сейчас туда зайдем. Вот если мы сейчас через Узнайскер пройдем, мы как раз с той стороны выйдем на эту часть набережной. Поддерживаю. То, что я вижу, еще говорят, что вечером светится хорошо. Светится, светится, да. Это очень архитектурно хороший кусок. Вот эти и вот эти три дома на реке. Очень, очень. Хотя тоже там разные мнения были и так далее, но мне тоже нравится. Никого не слушать. Современная архитектура. Но Молодежный сквер, по мнению историка, не может завершать столь важное для города пространство. Согласен. Нелогично у нас здесь прерывается набережная. А до революции это было чрево Архангельска. Здесь же был Юрий Взвост. Рынок был. Вот это все был рынок большой. Большущий рынок. И все заостровские жонки, они на лодках приезжали и здесь разгружались. И действо начиналось вот от здесь. Это жутко историческое место. Подробнее о том, как сегодня видит архангельскоизвестный архитектор и историк Юрий Барашков, смотрите в ближайшем выпуске программы «13 этаж». Артемий Заварзин, Алексей Макеев, Евгений Зыков. Регион 29. А далее сюжеты о тех, кто с гордостью несет вахту памяти. В Пинежском районе живут настоящие энтузиасты своего дела – бойцы поискового отряда «Факел». Они своим трудом сохраняют память предков и не дают забыть историю родного края. Большой репортаж на эту тему моего коллеги Александра Богдановича. Их работа – увековечить память и не дать забыть историю. Поисковый отряд «Факел» под руководством командира Мира Абазадова уже 16 лет благоустраивают и устанавливают новые памятники погибшим солдатам в деревнях района. Так, в прошлом году бойцы отряда облагородили памятник погибшим в Великой Отечественной войне в Карпогорах. Коснулись когда темы, выяснилось, что даже в списке погибших не все. Вот на сегодняшний день вот эта плита крайняя, она новая. Вот здесь пять фамилий тех, которые в процессе мы внесли. Это которые погибли официально. Причем они с документами, родственники обратились, что да, погибли, но в списках нет. Вот, увековечили их. А здесь вот этот список, он уточненный. Тут были ошибки и в фамилиях, и в именах. Значит, жители, которые вернулись с победы, получается. И как-то вот на сегодняшний день, получается, памятник, он приобрел какую-то гармонию. В прошлом году поисковиками было установлено еще пять памятников. А в 2020-м оказали помощь в открытии мемориала в деревнях Большое и Малое Крутого. Устанавливают и мемориальные таблички на домах, где жили выдающиеся личности прошлого. В частности, сегодня вот сейчас мы, вот этот дом, хозяин дома Кобылин, Яков Никитич, он участник Первой мировой войны. Чем примечателен этот дом, хозяин дома, он участвовал в Первой мировой войне, один из немногих уроженцев Архангельской области, полный георгиевский кавалер. По своему назначению отряд считается школьным. Но сегодня в него входят и взрослые бойцы, которые регулярно выезжают в экспедиции, как в Ленинградскую область, так и в Республику Карелия. Владислав Попов, председатель регионального отделения Союза писателей России, 10 лет назад обратился с просьбой записать его в поисковый отряд. И с тех пор ни разу не пожалел. Я очень рад все эти, уже более 10 лет будем считать, да, работать под началом нашего командира Мираба Фетихановича. Он для меня человек талантливый, человек удивительной судьбы. И я уже сказал, что настоящий генератор идей. То есть совершенно неравнодушный человек, патриот севера. Он не может сидеть без дела. И в его запасе, в его копилке столько замечательных идей, столько проектов, которые были притворены в жизнь, что просто иди, удашься. Одной из таких идей, которая прогремела на всю страну, стал проект «Дом со звездой». В советское время многие издания имели вот эти красные звезды. Таким образом, каждый знал, что отсюда солдат уходил на фронт. Тамара Ладыженко, жительница деревни Ваймуша, рассказала историю своих предков, которая начинается в этом доме еще в конце 19 века. Девичья моя фамилия Нифаньтьева. Это дом моих родителей. Дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки и так далее. И этот дом знаменит тем, что очень много мужчин из этого рода ушли на войну. И многие не вернулись. Таких красных звезд в деревне сотни. И почти на каждом доме они находили свое место. Пинежские поисковики помогли установить мемориал участникам Великой Отечественной войны и в деревне Шарданем. Общими силами с местным союзом ветеранов удалось создать памятное место. Благодаря таким энтузиастам, как Мир Апфетиханович, а у нас их много в Пинежском районе, мы очень активно развиваем патриотическое движение. И особенно проводим большую работу со школьниками и молодежью. Впереди у отряда «Факел» много задумок. Сейчас они в поисках своего помещения, которого пока нет. Руководитель Мира Пазадов мечтает создать музей истории, где каждый желающий сможет познакомиться с фактами и документами славной летописи Пинежского района. Александр Богданович, Денис Линчевский, Регион 29. Артик Тим – второй дом для всех, чье сердце наполнено любовью к чирлидингу. У Северного клуба есть своя история, но недавно она получила особенное продолжение. Все расскажет Лидия Папуш. Свой путь юные спортсменки всегда начинают по-разному. Кто-то увидел красивые оточенные движения чирлидеров на ТВ, кого-то в студию записывают родители. Но самое главное, что они все стали частью Артик Тим, где занятия всегда проходят с улыбкой. Началось все с того, что я увидела этот вид танца лучше всех. И мне очень понравилось. Я захотела им заниматься. Мы сначала ходили на художественную гимнастику, мне немного непонравилось. И мы начали искать что-то интересное. И мама нашла чирлидинг, и мы решили пойти. Мне вот здесь очень нравится. А все потому, что руководители студии Александра и Дарья давно мечтали собрать детский и юниорский состав. В 2018 году состоялся первый набор. Тогда пришло всего 15 человек. А сейчас в младшей группе 50 будущих спортсменок, которые постигают мастерство чирспорта. Именно клуба чирспорта. То есть мы делаем упор на все направления чирспорта. Почти все. То есть в основном это станты и чир-фристайл группы и двойки. Клуб существует уже 7 лет. И вот, наконец, у ребят появился свой собственный зал. Уютный уголок и второй дом для всех, чьи душа и тело наполнены любовью к чирлидингу. Если бы не наш, не муж моей сестры и не мой молодой человек, мы бы ничего не сделали. Ну, я почему-то думаю, что все люди вокруг всегда верят в тебя больше, чем ты сам. Поэтому они поверили в нас, решили сделать нам такое место. Торжественное открытие прошло весело, ярко и с улыбками. И, как полагается, с большим тортом и свечами. А впереди у клуба много тренировок в новом зале. И много новых побед. Лидия Папу, Светлана Михеевская, Регион 29. Такими новостями запомнился этот день. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова